Александра Кремнева, под компанией Бинова. Бинова это облачная система увеличения дохода гостиничных объектов. Легкое управление отелем, онлайн продажа, метеообразование в едином интерфейсе. Дорогие друзья, всем добрый день. Рада сегодня быть здесь с вами. Спасибо большое Эрике, что позвала, что сегодня сможем поделиться тем, что мы накопили. Мы собрали статистику, какие-то более практические инструменты. Давайте начинать. Для тех, кто нас видит впервые, мы компания Бинова. Это комплексная система по автоматизации для отелей, гостиниц, апартаментов. На рынке мы более 10 лет. За год и более, по нашей степи, проходит более 14 миллионов бронирований. Поэтому действительно, это те данные, на основании которых можно строить какие-то гипотезы, помогать, рассказывать вам. И с нами работает более 15 тысяч объектов размещения. Как я и сказала, ваш продукт подходит как отель, так и хостелом, клейпингом, клейпингом, загородным домом. И уже в одной квартире до такого большого номерного фонда можно автоматизироваться. Главная мысль, с которой я начала, и то, о чем просила Элика, подумать, а как же сегодня влиять на доход, на счет каких инструментов. Кто-то говорит, продавайтесь напрямую. Кто-то говорит, продавайтесь через телефон, через сайт, через площадки, поисковики. Но здесь, как я написала на слайде, для того, чтобы нам влиять на доход, нужно понимать, кто вам приносит, из какой площадки. И проанализировав эти 14 миллионов бронировок, мы поняли, что, друзья, каждое третье бронирование у нас совершено через ЛТА, каждое второе совершено напрямую, то есть это через модуль или по телефону звонят, то есть когда администратор самостоятельно вносит бронирование в шахматку. И каждое третье бронирование совершено в допустилу. То есть это от банальных завтах, до, не знаю, от замокальных объектов, это сани, кони, баня и так далее. И поэтому здесь нет какого-то однозначного ответа, только модуль или только сайт, или только площадки. Это нужно делать все вместе. Давайте покажем инструменту конкретнее. Первое, это, конечно же, ЛТА, туроператоры, карты и метапоисковики. У нас через Channel Manager подключено более 30 разных каналов, скоро уже подключаем такие популярные туроператоры, также карты, поисковики. Тут, к сожалению, мы не можем указать, из-за того, что запрещена волшебная карта на букву G, но тоже она есть, вы можете подключаться и получать бронирование оттуда. Где сегодня же нам парнируют россияне? Эта статистика тоже, которую мы собрали, это уже за январь 2023 года. Напрямую на сайте 31%, далее идет островок, я на спутешествие 101, это коллеги и суточно. Но надо понимать, что тут статистика по более крупным объектам. То есть, если у вас апартаменты, то, очевидно, у вас эти данные будут варьироваться. Давайте посмотрим, как у меня есть доли в OTA в течение 2022 года. Должна была быть гифка. Но в целом, мы тоже с коллегами задавались вопросом. Очень много есть разных площадок, и интересно всегда понять, а какой же мне подключаться? Эрика сказала очень важную тезис, что чем больше, тем лучше. Но даже в этой гифке, да, она должна была двигаться. Там было видно, что условно эти 7-8 игроков, они просто между собой менялись. Мы задались вопросом, а как же тогда понять, какой канал самый сильный? Есть такое понятие «сила канала» — это и количество бронирований, которое происходит, на количество аннуляций. То есть, вы понимаете, может быть, тысяча бронирований, но из них реально 10. Это означает, что, да, может быть, канал сюда попадет по совершенному бронированию, но они не прошли, соответственно, услуга не оказана, и считать это нельзя. Поэтому тоже обращайте внимание именно на то, да, как нам показывают такие данные, там, мы и другие каналы, там, пм-системы. Какие данные взяты в основу этого рейтинга. Друзья, вопрос к вам. Когда вы выбираете себе ресторан, выбираете отель, чему вы доверяете, на основании чего принимаете дышение? Отзыв. Согласно с вами, все верно. Сегодня, да, у нас есть три формата по отзывам, да, потому как с этим работает сарафанная радио соцсети, отзывы и рейтинги, как видно, на сайтах, за этим тоже, я сегодня говорила, обязательно нужно следить, потому что, как мы знаем, да, гость, которому понравилось, и ваш клиент, скорее всего, не напишет отзыв, но гость, которому что-то не понравилось, обязательно попишите вот такое вот полотно, так понимаете. И отзыв, конечно же, на порталах, TripAdvisor, TopHotter, да, это все то, где люди также могут как-то о вас высказаться, и нужно следить за тем, да, как-то, не то чтобы не было негатива, а чтобы вы его умели отрабатывать. Как же получать больше отзывов, да, то есть как сделать так, чтобы люди лучше о вас говорили и больше публиковались. Первое, это очевидно, это спрашивать у гостя email, да, и после выезда настраивать рассылку, это можно делать у нас в Беново, благодарить гостя за отзыв, то есть давать тоже какой-то бонус, можно делать конкурсные активации, да, какой-то, допустим, разыгрывать доп. услуги, разыгрывать какой-то номер на ночь, или разыгрывать какой-то депозит за эти отзывы. Можно, да, давать какие-то подарки, то же самое. Вчера вебинар рассказывал о том, что при заселении Хилтон дарит вот такое небольшое маленькое печенье, теплое, овсяное, и уже это поднимает на состояние гостю. Тоже самое, какую-то такую фишку, я уверена, можно давать даже после выезда. Окей. После того, как мы уже подключили какие-то площадки, мы двигаемся дальше и смотрим, что же мы можем заработать, да, на тех ценах, которые мы построили. Это прогнозирование. Внутри Бинова есть ревер-минжмент-систем, она состоит из прогнозирования, динамического образования и отчетов. Давайте чуть подробнее. Это вот такой график, пугаться его не надо, тут все довольно просто. Здесь вы видите категорию номеров, которые у вас есть, ваши цены, они отражены в табличке. Верхняя – это текущая загрузка, которая есть, вот эта фиолетовая линия. Зеленая и синяя – это ADR и F-пар. ADR – это то, цена, по которой, да, средний чек, по которой вы продались. И F-пар – это то, сколько вы с этого заработали. То есть это доходность в номер получается. Соответственно, по прогнозу, да, здесь видно, что будет, если вы будете продаваться по тем же ценам, которые есть сейчас, а что будет по тем, которые, допустим, предлагает вам программа. Видите вот эти вот стояния, которые видны сверху? Исходя из загрузки, вы понимаете, стоит ли мне здесь, допустим, поднять цену, или не надо этого делать, или, допустим, та цена, по которой продаются, она низкая, или набор слишком высокая для этого периода. Да, то есть он помогает. И вы видите какие-то тенденции, точки роста найти. Может быть, да, если вы видите, что ход проседает где-то период, может быть, на эти даты выдать акцию, а может быть, эта ситуация уже систематическая, например, что у вас четверг, пятница не заселяется, то есть понедельник, вторник, и выходные у вас заселены, а как ряда, допустим, там, по четвергам, по пятницу, у вас нет заселений. Тоже здесь все можно отследить. Можно ли доверять доходу? Да, конечно, потому что он построен по математической модели, которая учитывает и инфопоподы, которые существуют, да, это то, о чем говорил Эли, какие-то события, и в скором времени в прогнозе появятся еще и авиабилеты, то есть то, насколько быстро покупают авиабилеты, этот прирост, также будет учитываться в прогнозе. Дальше, то динамическое ценное образование, это то, за что нас очень много хвалили и благодарили, в том числе предприниматели, кто занимается посудочной арендой, когда вы можете настраивать цену самостоятельно и настроив только один раз, в зависимости от загрузки, либо какой-то категории, либо всего объекта, в случае посудочников, это история про каких-то конкретных квартир, не нужно менять каждый вечер или каждый день эти цены, то есть не нужно вручную отслеживать эту загрузку. Вы установили какое-то правило, от нуля, допустим, до двух дней, от двух дней до пяти, от пяти до десяти, девушки у Деррика много это сделать правильно. И уже все, программа это делает за вас. Еще один важный пункт, это после заезда. Раньше вот эти правила, они настраивались максимум до шести часов. А что делать с гостями, которые едут или бронируют у вас квартиру, апартаменты, после стандартного времени заезда, то есть после четырнадцати часов, на них это правило раньше уже не работало. То есть динамическое ценообразование после двух часов дня работало только на следующий день. Мы это поняли и сделали релиз-период после заезда. Таким образом, если гость бронирует менее чем, за шесть часов до самого окончания этого дня, у него тоже можно устанавливать правила. Например, время заезда стандартного с четырнадцать часов, гость бронирует восемнадцать, и, опять же, учитывая загрузку отеля в шестьдесят процентов, мы понижаем или повышаем цену на определенный период. Тоже история, да, про то, что кому-то все-таки более выгодно продать квартиру, внешне не продать совсем. Но вот тут тоже важная история, о которой чуть дальше расскажу. Многие меня интересуются о том, что продавать на одни сутки, когда это много бронирования, не так выгодно. Поэтому, ускоряйте прямые продажи. Про местные расскажу чуть позже. Это та статистика, которую мы собрали тоже, вот этого получается, примерно полгода, июль-ноябрь двадцать второго года. Мы хотели посмотреть вообще на динамику бронирования, как они прирастали, как они менялись между собой. Оутии – это вот эти площадки. Островок, броневик, суточная, 1, 2, 3, да, то есть везде, где могут, где такой маркетплейс, всех отелей, квартир, апартаментов. И прямое бронирование, повторюсь, да, это модуль, телефон и так далее. И мы думали, да, то есть у меня, условно, стартовали, пусть мы с одной ночечки, но потом мы видим, как как-то синяя, да, нефунктивная линия, она растет и повышается, да, к концу нагляда, потому что здесь вот, как я понимаю, вот предположу, люди бронировали себе новогодние праздники и так далее. Вот. В то время как у УТА, да, на нем тоже идут бронирования, но они такие более стабильные. Поэтому, да, это то, с чего я начинала. Нет, задача что-то для себя выделить одно и там сфокусироваться. Нужно разобраться, к сожалению, да, это неприятная мысль, нужно разобраться и с УТА, и с прямыми продажами, и настроить, чтобы работало все вместе. Модуль бронирования. Давайте посмотрим, как работать с ним. Мы сейчас очень большое внимание уделяем именно ему, переделали дизайн полностью, возможность сбора вместе, допустим, персонализирована предложение, очень много здесь всего. Что важно, что должно быть точно, то, что мы говорим в том числе Эрика. Первое, это описание номера, да, если мы нажимаем на кнопочки подробнее, не просто там комфорт, да, или стандарт, это непонятно, это вы знаете, что у вас за номер, а гость не знает, да, то же самое с площадью. И вот эти amenities, да, то есть преимущества каждого номера, они помогают делать апгрейды, об этом тоже скажу сегодня. И, конечно же, быстро обработать. Также в модуль добавилась вот такая интересная панель, это предложение поделиться, сейчас об этом подробнее. Умный календарь, это про минстей, да, и про закрытые даты, то есть гость бронируя на модуле сразу же, он понимает, что он может бронировать только с 14 февраля, остальные даты ему недоступны, если он, допустим, заходит 6-7-го. Он понимает, что они выкуплены. Раньше, например, этого не было, гость заходил 6-7-го, модуль показывал, что предложений нет, и он уходил. А мы уже заплатили за трафик, мы его уже привлекли, бронирования нет. То же самое с минстей. Это особенно актуально для тех, кто квартир продает. Выгоднее же продавать на 2, на 3, на 4 ночи, потому что по формату уборки, да, это тоже все ваши операционные расходы. Поэтому можно установить дат, чтобы, допустим, если гость хочет прожить только с 14-го на 15-е, модуль ему говорит, к сожалению, да, или к счастью, здесь можно прожить только от 2-х суток. То же самое история с картой. Тоже по поводу и букинга. Мы поняли, что людям удобнее бронировать на картах, потому что, если вспомните, когда вы заходили на букинг, там сразу же вывезла карта. И вот эта интуитивная, понятная привычка, которую мы не переделываем, да, а просто повторяем это на своем модуле какие-то лучшие, классные решения. Здесь видны цены. То есть это для тех, у кого несколько апартаментов, несколько квартир по городу, для сетевых объектов. Вот такая интерактивная карта. Здесь может быть поиск. Или еще есть 2 интересные подписи. Нет совсем свободных мест, да, или модуль может показать, что есть и другие даты, да, в зависимости, опять же, от настройки. Тот эксперимент, за которым сижу я лично, это лучшая цена для быстрого выбора. Я здесь говорю конкретно про открытые даты. Понятно, что вы можете продаваться на открытых каналах, на утех, на модуль, по телефону, но и в закрытых. Откуда B2B партнёс, то для турокенса продается, возможно, по-другому. Да, здесь модуль показывает из всех предложений, да, у нас видны, но только 2 тарифа, потому что раньше было, допустим, 5, человек терялся. Когда он увидит 2 цены, он понимает, о, 4 800, лучшая цена, отличие будущего, и бесплатная отмена. Нет предоплаты, ну, допустим, без завтрака, определенная квадратура, определенные есть возможности в номере, отлично, я бронеру выбираю. Вот, модуль показывает самую лучшую цена, таким образом, гость видит, что ему выбрать быстрее, бронь совершается просто, ну, именно по времени, быстрее, проще для него. То, что я говорил про обсел, когда вы вводите, у нас более 50 таких позиций по amenities, да, по вот этим вот возможностям в этой номере, то модуль покажет, доплати, допустим, 500 рублей, у вас будет не просто комфорт, а комфорт с видом на горы, потому что раньше или по телефону как продают, ну, доплатите еще 2000, у вас будет комфорт плюс, что это значит? Ну, не очевидно, непонятно, а тут прямо вылезает плашка, доплатите 500 рублей, понятно, сколько доплатить, и понятно, что вы получите, то есть это финальное, законченное предложение, которое понятно, гость принимает, хочет ли он за 2000 докупить вид на горы, или не хочет. Про предложение поделиться, тоже интересная история, вот здесь вот на модуле, сейчас чуть-чуть листаю, есть, да, когда вы разговариваете с гостем по телефону, бывает так, что, а скиньте, я хочу посмотреть фотографии, и для того, чтобы вам не скидывалось все предложение, которое есть, потому что, наверное, вы проговорили про там, конкретный комфорт, не конкретный стандарт, вы выбираете вот здесь вот, в настройке, только конкретную категорию, и сразу же присылаете ее по WhatsApp, выглядит это вот так, и гость попадает сразу же, да, вот, посмотрели на ваши даты, конкретный номер, все, он видит это, то же самое, гости могут этим, например, делиться, то есть, он увидел какую-то классную квартиру, прислал другу, забронировали на модуле, и последнее, здесь, это сертификаты, тоже, это можно продавать, как депозиты, может быть, депозиты со скидкой, или проживание пуску-то до пуску-ку, и сертификаты тоже классно работают и повышают рост бронирования, да, и тут еще большой плюс сертификатов, потому что это деньги сразу, то есть, это деньги, которые попадают в кассу, но использовать вы можете здесь и сейчас, тоже крутой инструмент. Про тренды, и буду постепенно заканчивать, что нам ждать в 2023 году? Первое, летательный мобильный трафик, большинство людей все делают в телефоне, бронируют телефоны, в телефоне авиа, ЖД-дилеты и так далее, поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно, чтобы все ваши точки доступа к вашему отелю были доступны для того, чтобы забронировать удобно эти на телефоне, потому что бывает, не знаю, старый сайт, плохой сайт, и вот он так вот разъехался в разные стороны при мобильном версии, то есть, прям, зайдите, посмотрите на него. Увеличение акта бронирования, постепенно оно растет по Питеру, Москве и Сочи, то есть, это крупные города, если раньше бронировали за 2-3 дня, сейчас чуть-чуть начинает оно увеличиваться. Но, опять же, тут смотрите, лучше по своей статистике, это общий отряд, который мы видим. Консолидация трафика у крупных игроков, у ТА, тоже интересный момент, вы, наверное, видели, начинают появляться, там, Чики, новые, Инби, очень много разных новых площадок, и есть иллюзия того, что площадок больше, и бронирование станет больше, но на самом деле нет, все равно, крупные игроки, такие, как сегодня с Удочной партнеры, тоже наши, броневик, островок, они все равно большую часть трафика на себя будут забирать, поэтому, конечно, как говорила Элика, эти согласности, нужно подключить все каналы, но понимать, что большинство бронирования вам будет приходить там с 1, 3-5 ОТА. Упрощение работы с каналами продаж через АПИ, это открытая документация, некоторые каналы, например, вот сейчас у нас это смотрят, рипом, забирают сразу же контент от нас и передают на площадку. Бывает такая история с некоторыми платформами, когда вы загрузили у себя категории фотографий в одном формате, а они на площадке отобразились в другом виде. Чтобы такого не было, с некоторыми площадками и с новыми, которые заходят сейчас, весь контент передается, описание целей фотографии только по АПИ. Усиление контроля с издержками, очевидная история, это не только происходит в отельном бизнесе, это у всех, начинают это следить, контролировать все косты, которые существуют. И, конечно же, развитие акрета, это очень рассказывает, гибкие инструменты ценообразования, для того, чтобы цена самосева повышала, для того, чтобы вот такой гибкий ремень, ну, конечно, он не заменит человека здесь и сейчас, но он помогает все равно снять часть той прицелки, которая вас нагружает. Друзья, для того, чтобы получить презентацию, можно навести на QR-код, и она вам пришлется. Вот. Запомним там небольшую анкетку, поэтому спасибо вам большое, давайте оставаться на связи, это наш саникам-канал, там можно перейти в почту. Вопросы, может, какие-то? У меня есть. Да, да. Мария, Hotel Insight, я, как человек, который работает чаще всего с тарифами и условиями бронирования, у меня два важных вопроса, которые прям хочется закрыть. Может, это и есть в разработке. Первое, это есть ли возможность и планируется ли она настраивать в рамках одного тарифа разные условия бронирования по сезонам, например, для сезонных объектов это было бы очень актуально, то есть высокий сезон максимально жесткие условия, там с предоплатами, с маленьким сроком отмены бесплатной, в низкий сезон максимально лояльный. И второй вопрос, планируете ли вы сделать наследование ограничений из тарифов тариф, потому что цены у вас, если делать тарифы наследуемые, они передаются, все считается корректно, а вот ограничения, они все-таки вручную в каждом тарифе проставляются, и это затрудняет, конечно, работу. Давайте по первому сначала. Как я понимаю, это можно сказать либо в ограничениях отдельно на какой-то период, закрываться или наоборот открывать эти продажи, по второму пока не знаю, то есть тут затрудняешь. Видите? Мне кажется, Маша задала вообще вопрос с Сашей. Да, скорее к разработке. Я в надежде, что этот вопрос передастся потом дальше. Да, но мы знаем там дальше, что с тарифами работать. Надо просто смотреть этот тариф основной, зависимый, как они там пересекают. Вопрос в том, что ты когда заводишь, вот у тебя есть один тариф, гибкий тариф без завтрака, и, например, от тебя.